МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Полина Шорохова. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 новоселье за день. В Шимске переселенцы из Ветхого жилья получили ключи от новых квартир. 8 камешков раздора. Новгородец отнес коробку с бездомными щенками к кабинету чиновников, отвечающих за стерилизацию бездомных животных. Теперь его обвиняют в жестокости, а малышам ищут дом. Одежда с плеча Варлама Хутенского и двухпудовая Евангелие. Журналистам показали экспонаты, которые реставрируются к грандиозной сентябрьской выставке. Праздничные выходные в Великом Новгороде проведет патриарх морсковский в Сеяруси Кирилл. В день Петра и Февронии он возглавит службу в Софийском соборе. Все ночное бдение, которое проведет святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл, начнется в Софийском соборе в 18 часов 8 июля. А в воскресенье глава Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Никольском соборе Никола-Вяжижского женского монастыря. В Шимске сегодня отмечает новоселье сразу 31 семья. Все они получили новые квартиры взамен ветхого жилья. А в местной школе сегодня состоялась встреча жителей с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Нина Царицына с младшей дочерью на руках осматривает свои новые квадратные метры. Хоромами эту однокомнатную квартиру не назовешь. Но таков закон. По программе переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья площадь новой квартиры должна быть равна площади предыдущей. Здесь я вообще не знаю, как здесь свою мебель поставлю, а если останется, то вы пролежете, слава богу. Как расставить тут диван, стенку, детскую кроватку, а еще письменный стол и спальные места для старших дочерей, Нине еще только предстоит решить. Придется покупать электрическую плиту. Власти предоставили лишь обычную плитку на две конфорки. Поменять бойлер. Этого для многодетной семьи слишком мало. Поставить вместо поддона в ванную. Но все же здесь гораздо уютнее, чем в их прошлом доме. До военной постройки с удобствами во дворе. Да ничего, нормально. Лучше, чем там. В любом случае. Всего же сегодня новоселье празднует 71 житель Шимска. В этом доме 31 квартира, 17 однокомнатные, 10 двушек и 4 с тремя комнатами. С новоселья переселенцев из ветхого жилья начал свою встречу с жителями Шимского района и глава региона Андрей Никитин. С этим домом, равно как и с детским садом, временно исполняющий обязанности познакомился еще весной. Во время своей первой рабочей поездки в район. Вопрос с вводом в эксплуатацию дошкольного учреждения тоже практически решен. Садик до конца лета мы откроем. Те проблемные вопросы, которые ставил санэпиднадзор по железу, по наличию железа в воде, они решены на сегодняшний день. Станция без железа поставлена. Я уверен, что у нас теперь задача только получить необходимые лицензии. В принципе, дети уже могут сюда прийти. Вопросы жителей Шимска мало чем отличались от тех, что задают жители всех районов. Дороги, здравоохранение, состояние воинских захоронений, система закупок и тендеров. Пожаловались шимчане на отсутствие в поселке общественного туалета. На информационный вакуум. Новгородское областное телевидение здесь не показывает. И радиославие тоже не вещает. А вот жители Медведского поселения рассказали о том, что уже 6 лет у них нет аптеки. Каблетов и тех нет, напальчников нет, мази нет. За любым, за любым лекарством, за любой мазью надо ехать в Шимск. Давайте мы так с вами поступим. То есть вы, в принципе, наверное, знаете все, чего в аптеке не хватает и вам, и вашим, как бы, членам сайта ветерана. Я попрошу руководителя здравоохранения района и, может быть, кого-то из области приехать, записать. Все, чего не хватает, и все это в этом аптечном пункте у вас появится. Будет в продаже. Хорошо? Обещал глава региона помочь и местной больнице. Их уазик в буквальном смысле развалился пополам. Новый будет только в 18-м. А доктора необходимо ездить к пациентам. Впрочем, сегодня большинство вопросов, заданных руководством области, должны бы решаться на местном уровне. Но часто у глав районов и местных депутатов на это просто не хватает финансирования. А потому же в ближайшем будущем налоги будут перераспределяться по новой системе, чтобы в бюджетах муниципалитетов появились средства на решение насущных и срочных проблем. Из Шимска, Алена Сувтина, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Программа «Цифровая экономика», разработанная правительством России, накануне получила одобрение Совета при президенте Владимире Путине. О том, что это значит для Новгородской области, в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказал глава региона Андрей Никитин. Что такое цифровая экономика для Новгородской области? Это большая возможность для того, чтобы дети в отдаленных школах могли учиться не только у своих учителей, но и посредством цифровых каналов получать знания от лучших преподавателей Новгорода. Это возможность для отдаленных районов в телемедицине, чтобы люди получали консультацию лучших новгородских специалистов. Это новые возможности с точки зрения госуправления, с точки зрения предоставления государственных услуг, которые можно будет получить, не выходя из дома, и не нужно будет не то, что в очередях стоить, но вообще куда-то ходить. Поэтому хорошо, что эта программа есть. Сейчас передо мной, перед моими коллегами в правительстве стоит очень важная задача – подумать, как нам в этой программе занять достойное место, получить достаточное количество ресурсов, и чтобы Новгородская область была одним из лидеров этого нового движения. Президент Владимир Путин назначил прокурором Новгородской области Андрея Гуришева. Напомним, должность стала вакантной после перевода Андрея Кикотя на пост заместителя генпрокурора России. Прежде Андрей Вячеславович Гуришев был заместителем прокурора Новгородской области. Он курировал вопросы расследования уголовных дел, организации надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, а также вопросы федеральной безопасности и противодействия экстремизму. Кандидатуру Гуришева единогласно поддержали депутаты областной думы. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года. Карьеру начал в Санкт-Петербурге. Был начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстицией прокуратуры Северной столицы и зампрокурора Петербурга. С 2012 года Андрей Гуришев трудится в прокуратуре Новгородской области. Новгородский районный суд сегодня вынес очередной приговор бывшему заместителю руководителя регионального управления Следственного комитета Евгению Ридзелю. К сроку за мошенничество с использованием служебного положения добавились еще несколько лет тюремного заключения. В декабре 2016 Евгений Ридзель был приговорен к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима, а также взысканию 800 тысяч рублей за мошенничество с использованием служебного положения. Еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя регионального следственного управления Следственного комитета было направлено в Новгородский районный суд в мае минувшего года. Он обвинялся в покушении на посредничество в даче взятки. Установлено, что в апреле 2014 года в интересах предпринимателя, который осуществлял перевозки нерудных полезных ископаемых по территории Новгородской области, Ридзель в интересах этого лица через третьего лица передал, пытался передать 180 тысяч рублей должностным лицам отделения ГИБДД по городу Великий Новгород. Эта сумма предназначалась для подкупа начальника отдела ГИБДД по Великому Новгороду для решения проблемы со штрафом. Предприниматель, который дал взятку, просил не привлекать к административной ответственности нанятых им водителей большегрузов. Однако преступный умысел до конца доведен не был в связи с тем, что полицейский от взятки отказался. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и поэтому уголовное дело рассматривал судом в особом порядке. В итоге приговором суда по совокупности преступлений Ридзелю назначено наказание в виде пяти лет восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В Великом Новгороде бездомные животные вновь оказались в центре скандала. Традиционно не по своей воле. Новгородец обнаружил в центре города месячных щенков. Собрал их в коробку и отнес в кабинет у чиновников ЖКХ. Именно они, по его мнению, вовремя не убрали с улиц родителей хвостатого приплода. Чиновники обвинили горожанина в жестокости к животным, тот их в ответ в бездействии. Что стало со щенками, выяснила Кристина Абелян. Этой хвостатой малышне отроду всего около полутора месяцев. Но за свою короткую жизнь щенки уже успели изрядно попутешествовать по новгородским окрестностям. Брошенное потомство обнаружили на одном из участков гаражного переулка. Увы, матери выводка рядом не было. Александр Алексеев, как местный житель, с собачьей проблемой в этом районе разбирается давно. Молодой человек еще весной обращался в мэрию с просьбой отловить агрессивную стаю, которая обитала как раз неподалеку. Вполне возможно, что это потомство – результат бродяжьей жизни тех самых псов. Если бы была собака, они бы, по идее, должны были быть все вместе рядом с ней. То есть, получается, собаки не было. Что делать дальше со щенками? Получается, бросить их, чтобы они умирали под дождем, без корма, без еды, или как-то дальше что-то с ними делать. Ну вот, я принял решение, что, наверное, будет логично отнести людям, которые ответственны за бездомных животных. Собственно, что и было сделано. В администрации, согласно порядку, Александр написал очередное обращение на отлов бездомной стаи. А затем оставил коробку со щенками прямо в коридоре здания. В мэрии такой поступок не одобрили. По словам специалистов, хотя полномочия по отлову находятся у комитета ЖКХ, все-таки претензия, да еще и в такой вызывающей форме, пришла не совсем по адресу. Это 44-й федеральный закон. Мы разместили аукцион. Мы сами не проводим эти работы. У нас есть подрядная организация жизни. Которая осуществляет в этом году эти полномочия. Там специалисты, которые отлавливают, потом привозят в ветклинику, там обследуют, проводят все процедуры. Вдобавок к тому, закон имеет определенные тонкости. В первую очередь он сфокусирован на агрессивных и взрослых животных. Конечно, реагирует и на случаи с детенышами. Но их передержка должна осуществляться в приюте, которого у нас, как известно, нет. В итоге все ложится на плечи волонтеров. Кстати, заявления, принятые от Александра Весной, тоже не оставили без внимания. Да, по этой стае выезжали, но, как вы понимаете, животные уже не сидят и не ждут нас, когда мы приедем. То есть приехали, отловили по этому заявлению двух собак. Я сейчас не могу сказать, каких именно, но, видимо, этой просто не было. Отловили двух собак, стерилизовали, выпустили обратно. Да, да. Потому что в основном отлавливаются суки на стерилизацию. Физически отловить всех животных города невозможно. Хотя с апреля волонтеры поймали уже более двухсот бездомных зверей. И, как говорят, деньги за работу до сих пор не получили. А история с подкидышами продолжилась спором сторон уже на другом уровне. Они обменялись заявлениями в правоохранительные органы. С поступком Александра будет разбираться полиция. А было ли в работе администрации бездействие, установит прокуратура. Что ж, конкретно в данной ситуации спорить о том, кто где не углядел, наверное, уже смысла нет. С этим разберутся компетентные органы. Факт только в том, что пятеро здоровых чистых малышей ищут дом. И если кому-то из наших телезрителей как раз не хватает четвероногого друга, можно обратиться в фонд помощи бездомным животным «Жизнь». Добавим, что на наших глазах у одной из малышек появились хозяева. Беспризорную безымянную собачку назвали Симой и отвезли домой. Кристина Белян, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Все. Такого ничего. Весной этого года глава региона Андрей Никитин поставил четкую задачу привести в порядок систему записи новгородских пациентов к докторам. Первые шаги уже сделаны. О реализации проекта «Бережливая поликлиника» мы рассказывали накануне. Есть еще одно составляющее – мобильное приложение для записи к врачам. Оно еще разрабатывается, но Алена Сувтина уже опробовала новинку и выяснила, когда же его можно будет скачать. На мониторе главной чудо-мамы Юлии Трофимовой тестовая версия программы мобильной записи к врачу. Такая система уже давно внедрена в регионах России. Для Новгородчины это новшество. Началась эта история еще прошлой осенью, когда в детских поликлиниках ввели предварительную запись на прием к педиатрам. Когда по просьбе Департамента здравоохранения мы на нашей площадке, в сайте и в группе ВКонтакте «Чудо-мама» анализировали проблемные места в сфере медицины, кроме прочих, обнаружилась потребность в более быстром, в более мобильном способе записи к врачам. Разработать мобильное приложение и облегчить жизнь тысячам горожан на безвозмездной основе по просьбе руководителя «Чудо-мамы» согласилась фирма «Антарис». Разобраться в приложении на самом деле несложно. Все данные пациента вбиваются один раз. Есть история записи, функция отмены, повторного приема, простая система поиска и клиники, и доктора. Более того, в мобильном приложении могут храниться данные всей вашей семьи. Очень многие говорили, что не дозвониться, через компьютер не очень удобно, а мобильными телефонами и планшетами у нас сейчас пользуется довольно-таки большое количество людей. Соответственно, в мобильное приложение вы устанавливаете либо мобильный телефон, либо планшет, и в течение буквально нескольких минут при наличии номерков записывайтесь к врачу. На доработку и тестирование мобильного приложения понадобится еще некоторое время. Разработчики обещают, что доступной для простых новгородцев эта функция станет уже к сентябрю. Но есть и другая сторона медали. Специалисты опасаются, что простота записи к докторам увеличит количество недобросовестных пациентов, которые, получив заветный номерок, просто забудут отменить запись, если вдруг не смогут прийти на прием. Алена Савтина, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Депутаты Государственной Думы настаивают на ужесточении правил перевозки пассажиров в ночное время. Поводом для этого стала печальная статистика аварий с участием автобусов. Насколько эта тема актуальна для Новгородской области, выясняла Светлана Стерлигова. Повышенное внимание к перевозкам пассажиров, особенно в ночное время, депутаты Госдумы проявили после недавней аварии в Забайкалье. Напомним, в ночь на 12 июня на трассе Байкал опрокинулся автобус с паломниками. 35 пассажиров получили ранения, 14 человек погибли, в том числе и водитель. А в ночь на 2 июля в Татарстане произошла автокатастрофа с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Более 10 пассажиров больницы, 14 человек погибли, среди них есть и дети. Поэтому будем настаивать на запрете перевозки пассажиров ночью на автобус. Хотя бы два водителя и обязательно при остановке леда. Ничего нет. Сел и поехал. Регулярные дальние рейсы в ночное время из Великого Новгорода совершаются только в Ригу. Перевозку осуществляет латвийское транспортное предприятие. Рейсы на Ригу у нас отправляются в среда и воскресенье, 18.20. С четвертой посадочной площадки. Перед этим водители отдыхают. Работа водителей регулярных рейсов давно налажена и подконтрольная. Тут все в порядке. Что касается ночных перевозок новгородскими транспортниками, то они происходят, как правило, эпизодически или вообще разово под заказ. Как нас заверили в транспортной инспекции, и здесь серьезных нарушений нет. Есть замечания по ведению режима труда и отдыха, то есть по отношению работы с приборами регистрации, а в основном режим труда и отдыха соблюдается. К счастью, трагедий, подобных Забайкальской, и той, что произошла в Татарстане, у нас в Новгородской области на дальних рейсах не было. И тем не менее, ДТП с участием междугородних автобусов и маршруток в регионе все же случались. Несмотря на относительную благополучность нашего региона в плане пассажироперевозок, в Новгородской областной транспортной инспекции считают, что повышение ответственности перевозчиков на законодательном уровне необходимо и своевременно. Светлана Стерлигова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородский музей-заповедник готовится к открытию грандиозной выставки, посвященной юбилеем двух храмов Антониева и Хутенского монастырей. Реставрация некоторых экспонатов, которые смогут увидеть гости в сентябре, идет больше пяти лет. Вероника Лебедева была приглашена на пресс-показ уникальных памятников, которые еще не покинули реставрационных мастерских. В мастерской реставрации тканей журналистам показывают епитрахиль, часть облачения священнослужителя, которую по преданию носил преподобный Варлам Хутенский. Это памятник древнерусского шитья XII века. Уникальная вещь. Реставрировали пять лет. И теперь на нем можно разглядеть ангелов, шитых золотом, и орнаменты, украшенные жемчугом. Второй древний предмет – надгробный покров Варлама Хутенского. Его, как утверждают исследователи, в 1579 году привезли в монастырь сын Ивана Грозного Федора Иоанновича и его жена царица Ирина Годунова. Реставрация идет уже 10 лет. Мы имеем покров, выполненный в московской царской светлице. Которой руководила Ирина Годунова. Покров в последней стадии завершения реставрационных работ. Остались уже несначительные такие детали. Довести его до экспозиционного вида. Четыре предмета готовятся к выставке уже в мастерской реставрации металла. Особое внимание Евангелию весом два пуда, то есть более 30 килограммов. Такой роскошный оклад был сделан в 18 веке. И судя по всему, во время богослужения его несли сразу два человека. Книга поступила в фонды музея в 30-е годы прошлого столетия из Хутенского монастыря. Здесь таких каких-то очень тяжелых сложных работ не было. То есть в большей части можно склониться, сказав о косметической реставрации. Потому что за период его существования, жизни, хранения в фондах, войны и так далее, эта Евангелие имела пятна окислых продуктов, коррозии. И напоследок еще одна мастерская и монументальная икона с изображением самых почитаемых новгородских святых. В том числе в Орла Махутенского и Антония Римлянина. Реставраторы с гордостью рассказывают, что когда удаляли потемневшее лаковое покрытие, обнаружили уникальную надпись с датой 1703 год и именем художника Василия Москвитина. В Новгороде фамилия малоизвестная, а вот в столице очень даже уважаемая. Сейчас перед нами переписанное в 19 веке изображение, а под ним то самое москвитинское. На выставке предмет будет экспонироваться в таком виде, а потом исследователи аккуратно снимут верхний слой и постараются рассмотреть икону в ее первоначальном виде. Вероника Лебедева, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Сегодня известный латвийский футбольный тренер Кирилл Митин провел мастер-класс для новгородских воспитанников спортшколы. Вместе с мальчишками попробовала вникнуть в тонкости прибалтийского футбола Людмила Александрова. Этим орлам около 12, а с мячом на «ты» многие из них уже лет 5. Два из которых они занимаются в спортивной школе имени Александра Невского. Сегодня практическими навыками с ними делится тренер из Латвии со звучной фамилией Митин. В своем мастер-классе футбольный сенсей делает упор не только на спортивные фишки. Как говорили, футболистом может и не стать, но человеком стать обязан. Обязательно. Личностью. Поэтому наше обучение в маленьких строится не только на футбольных каких-то вопросах, не только каким-то фишкам, как вы говорите, на поле, но и культурному обращению, этическому обращению. Заграничный гость сам родом из России. В Латвию переехал еще ребенком вместе с родителями. Митин уже около 25 лет занимается футболом. В свое время даже играл в высшей лиге в Латвии. За два дня он уже успел поделиться с новгородскими тренерами теоретическими навыками. Сегодня же занимается с младшими футболистами уже на поле. Парни матерые, однако с этим тренером успели даже во время разогрева попробовать что-то новое. Мы делали на лесенке. Первый раз я делаю через три лесенки, ну вот так прыгать. То есть первый раз это у тебя получилось? Ну да. Кстати, стать тренером, как оказалось, мечтает не каждый. Молодежь говорит, хороший тренер сейчас на вес золота. Но даже в возрасте 12 лет они сами могут грамотно научить каким-то фишкам простых чайников. Поднимать можно двумя способами. Либо с земли, либо руками накидывать и чеканить. Надо мяч закручивать так, чтобы он к себе шел, чтобы он далеко не отскакивал. Ну-ка, давай мне. Но на самом деле это только кажется, что все так легко. Каждый прием с мячом отрабатывается днями, ночами и месяцами. Чтобы быть профессионалом в любом спорте, приходится очень много раз повторять один и тот же трюк, доводя его качество до идеала, рассказывает родной тренер новгородских футболистов. Пока парни отрабатывали механику с Кириллом Митиным, их местный наставник наблюдал за процессом со стороны. Когда ты уже не можешь, да, без футбола, каждый день, даже если никого нет, ты выходишь во двор, там, никого нет, стучишь об стену, вот, ну, с мячом, даже спишь с ним, то потом тебе никакая работа, там, беговая или какая-то сумасшедшая уже не страшна. Впереди парней ждет большая игра, первенство Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд, где они будут соревноваться в составе сборной Великого Новгорода. Поэтому мастер-класс тренера такого уровня для них это возможность еще больше узнать о футболе, как о профессиональном спорте, а также взглянуть с нового ракурса на любимую игру, ну и на себя самого. Людмила Александрова, Владислав Ковалевский, новости, Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин